В этом году ученики школ города сняли 114 видеороликов. Конкурс заканчивается и пора подводить итоги. В первой школе 14 декабря прошла встреча с участниками проекта под названием «Люди, подарившие целый город». На встречу пригласили заместителя директора САЭС Анатолия Терлецкого и заместителя главы города Александра Новикова. Они вручили героям видеороликов благодарственные письма, а создателям фильмов, грамоты и канцелярские наборы. Я благодарю вас за то, что вы в это дело включились. Я надеюсь, что вам на самом деле это было интересно, это было полезно. И так как проект продолжается, мы очень надеемся на то, что в следующем году вы также примете в нем активное участие, победите, получите призы и узнаете что-то новое. Но и отдельное спасибо, конечно же, ветеранам, которые позволяют нашему молодому поколению, к которому я в том числе и отношусь, узнать что-то новое о нашем городе. Немаловажной частью конкурса является сподвинуть вас, молодое подрастающее поколение, на более активную жизненную позицию. За вами будущее. У организаторов конкурса, я уверен, есть еще и корыстная цель. Ведь от того, какими вы вырастете, какими достойными гражданами нашего государства станете, зависит в том числе и моя стабильность. Ученица 9 класса 1 школы Аверкина Дарья победила в городском этапе конкурса. Ее работа примет участие в федеральном этапе. Дарья, скажи, пожалуйста, кто был героем твоего ролика? Нефедов Геннадий Алексеевич. А что это за человек? Что это делать надо? Я этого человека знаю на протяжении всей своей жизни, так как он является родственником. В подарок для всех гостей ученики первой школы подготовили концертные номера. Будь со мною, будь со мною, будь со мною, будь со мною всегда. Синий глаз, своя надежда, светлая звезда.